МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий Вениаминович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, какие ремонтные работы запланированы на этот сезон на дорогах Новосибирска, в том числе в рамках федеральной программы. Запланировано выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на площади 1,2 млн квадратных метров. Мы в этом году потратим порядка 1,6 млрд, в том числе на безопасные качественные дороги, по этой федеральной программе, куда вошел город Новосибирск. Эта сумма будет равняться 1,3 млрд. У нас запланировано выполнение работ на 9 объектах. В настоящее время на 8 из них уже проводятся работы. Центральный округ – это улица Мочищенское шоссе, от Жуковки до Красного проспекта. Красный проспект – участок от улицы Мочищенское шоссе до улицы Писарева. Участки в Ленинском районе – это улица Санционная. В Октябрьском – это Никитина, Кировский – Немировича, Данченко, Обтяговский – улица Восход. Ликвидируем 15 очагов аварийности. Это очаги, это складывается, это многократное повторение аварийных ситуаций в течение года. У нас их 15 в этом году, мы полностью их ликвидируем. Было выездное совещание по объектам безопасной и качественной дороги с представителем Росавтодора. Отмечили нас, город Новосибирск, как положительный пример для всех остальных субъектов Федерации. Потому что некоторые субъекты Федерации еще в данное время даже не провели торги, не определили подрядных организаций. А у нас уже выполнение 15%. Разъясните для телезрителей суть изменений в дорожной инфраструктуре. Новый отбойник на Красном проспекте, островки безопасности, ограждения для пешеходов. Проект выполнен в соответствии с новыми нормативными документами. По ограждению много вопросов, я знаю. В настоящее время мы должны установить в местах перехода светофорного объекта по 50 метров в каждую сторону пешеходного ограждения. Если ширина проезжей части составляет более 15 метров, то светофорный объект должен стоять не в стороне, а должен висеть на Г-образной форме над второй полосой движения. В соответствии с этим у нас выполнены и проектные документации, по которым мы сейчас работаем. Островки безопасности, которые на перероске Красного проспекта Гоголя вы видели, да, мы сделали, будем говорить, кроме островка еще посредине, подняли бордюр метровый, чтобы превратить выезд транспорта на противоположную сторону и исключить лобовые столкновения. Это все прописано в новых нормах, поэтому хочу успокоить жителей нашего города. В принципе, это все для них, для безопасности. Расскажите, какие технологии сейчас применяют для контроля качества дорожного покрытия? Чтобы определить физико-механические свойства асфальтобетонного покрытия, нам нужно взять образец с дороги, привезти его в лабораторию, где на специальном оборудовании проверяют уплотнение, протечные характеристики, водонасыщение и так далее. К сожалению, другого метода не дано. Кроме этого, когда мы режем асфальт, мы проверяем еще толщину слоя уложенного асфальтобетонного покрытия. Это тоже важно для объемов и для финансирования. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова